Здравствуйте! Вы смотрите новости на Оркин Медиа. Я Виктория Буханцева и мои коллеги расскажем о событиях к этому часу. Коротко о главном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова В первый же день запрета вблизи села Аксу Аюлы полицейские остановили машину, в которой обнаружили почти 2 тонны рыбы на сумму больше 5,5 миллионов тенге. В конце апреля с незаконным уловом почти в 400 килограммов, которые оценили на миллион тенге, задержали жителя Балхаша. А в начале мая в районе Белого Камня сотни килограммов рыбы попался еще один нарушитель. В этот раз ущерб составил 400 тысяч тенге. Был составлено 3 уголовных материала и нами был произведен расчет нанесенного ущерба, превышающий 7 миллионов 200 тысяч тенге. Регулярно, ежедневно сотрудниками отдела Балхашской инспекции поднимались сети бесхозные, находящиеся на водоеме. Больше 250 тысяч тенге выплатит балхашский предприниматель за несвоевременное предоставление документов. Во время проверки у бизнесмена не оказалось индивидуального трудового договора, заключенного с одним из работников. Нарушение правоохранители выявили во время рейда в игровом клубе. У владельца заведения не оказалось индивидуального трудового договора на одного из работников. Полицейские назначили проверку с участием государственного инспектора труда. Специалист неоднократно и выезжал на место, но застать предпринимателя не удалось. Тогда его вызвали в суд, куда бизнесмен тоже не явился. На заседании вина владельца игрового клуба была полностью доказана, и суд назначил ему штраф больше 250 тысяч тенге. Постановлением суда правонарушителю назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 100 месячных расчетных показателей, составляющих в сумме 252 тысяч 500 тенге. Данная сумма штрафа правонарушителям не погашена. Постановление суда будет направлено на принудительное исполнение судебным исполнителям. В Балхашских школах начались ремонтные работы. По плану, во время летних каникул в 12 учебных заведениях заменят окна, полы и отопительную систему, восстановят полив и благоустроят двор. В 16-й школе рабочая бригада меняет окна и трубы отопления. За три дня специалисты сняли старые рамы в пяти кабинетах и теперь устанавливают пластик. Всего в этом году в учебном заведении заменят более 200 стеклопакетов. На них из областного бюджета выделили около 34 миллионов тенге. Кроме того, к началу учебного года здесь обновят больше 300 метров труб отопления. В прошлом году ремонтные работы в школе не проводились. В 2017-м нам меняли полностью кровлю. В этом году из областного бюджета выделили деньги на полную замену окон. Это около 34 миллионов тенге. Еще 17 миллионов выделили с городской казны на ремонт отопительной и поливной системы. Всего в 2019-м выделили больше 270 миллионов тенге из областного и городского бюджетов на ремонт 12 школ города и детского сада «Айгулек». Сумму распределили на замену окон в семи учебных заведениях. До конца летних каникул в четырех учреждениях появятся новые трубы отопления. Кроме того, в школах заменят кровлю, полы, восстановят полив и благоустроят двор. Ремонтные работы стартовали 1 июня. Завершить их планируют до 15 августа. Выпускников вузов и колледжей приглашают на молодежную практику. В Центре занятости населения начался прием заявок. Стажировку в организациях города проходят уже 13 человек. Чтобы стать участником молодежной практики, желающие должны принести в Центр занятости населения удостоверение личности, оригинал и копию диплома об окончании вуза или колледжа и адресную справку. После регистрации заявления выпускников направят на шестимесячную практику по специальности. Все это время молодые люди будут получать заработную плату больше 60 тысяч тенге. Кроме того, по желанию работодателя, временного работника примут на постоянную основу. Приглашаем принять участие в молодежной практике по специальностям юрист, экономист, медицинская сестра и информационные системы для получения начального профессионального и практического опыта по профессии. Документы принимаем по адресу улица Уалиханова, 5, 6 кабинет. Сегодня в Казахстане отмечали День государственных символов. 4 июня 1992 года впервые утвердили символику независимой республики. В честь праздника во всех учебных заведениях страны прошли патриотические уроки, а дети одновременно исполнили гимн. Для воспитанников детского сада «Балакай» это не первое исполнение гимна. Главную государственную песню дети повторяют каждый понедельник, а учить слова начинают еще в младших группах. В День государственных символов одновременно во всех детских садах и школах Казахстана дети исполнили гимн республики. А после на патриотических уроках им рассказали о государственных символах, истории их создания и авторах. Песня «Балакай» День государственных символов одновременно во всех детских садах и школах Казахстана Какой праздник сегодня? День символов. А какие ты символы знаешь? Флаг, герб. Что изображено на гербе? Шанлак. Напечка, густан. Звездочка. Шанлак. Шанлак. Два клада коня. Звездочка. И надпись. Что изображено на флаге? Скажи. Солнышко. Орел. А какого цвета? Голубого. Золотое солнце. Орел. Агнамент. И голубого цвета. Орел. Солнце. Агнамент. Что надо делать, когда гимн поешь? Руку в сердце держать. Надо держать сердце. И петь гимн. И хорошо стоять. Почти 4 тысячи балхашских детей отдохнут этим летом в пришкольных лагерях. Зоны с питанием, прогулками и развлечениями открылись в 16 учебных заведениях города. Как проходит отдых, узнавали журналисты Оркин Медиа. В пришкольном лагере 4-й школы по расписанию прогулка. В списках отдыхающих около 50 человек. А это три отряда с учениками с нулевого по 4-й класс. Десятилетний Мирослав Софиюлин в пришкольном лагере уже второй год. Сначала записаться в отряды, позвали друзья. А в этот раз мальчик сам захотел на отдых и зачислиться сразу в две смены. Мне в лагере очень нравится, когда нас всех выводят на прогулку. Потому что я могу поиграть с своими лучшими друзьями. Я сам захотел лайкать, потому что узнал, как все мои друзья, кто туда ходит, рассказали мне, как там хорошо. Вам порядка, скиньте, вкуски! После прогулки плотный обед. В меню все самое свежее и полезное по нормам санитарных правил. Питание трехразовое, к каждому ребенку индивидуальный подход. Меню у нас разнообразное. Мы составляем в соответствии с медиком. Молочка обязательно, овощи обязательно, каждый день салаты. На данный момент в группе двое детей, они вегетарианцы. Соответственно, мы подходим к ним, да, мы к ним подходим индивидуально. Они не кушают супы там на мясных бульонах. В программе пришкольного лагеря утренняя гимнастика, спортивные развлечения, экскурсии и мероприятия. Обязательно дневной сон. Дети проводят здесь время с 9 утра до 5 вечера. У нас мероприятия разного характера. То есть это и экскурсии, и мероприятия, и сопровождение где-то тоже на экскурсии. То есть на пожарную часть, в молокозавод, на водоспасательную станцию. В кино тоже у нас составляется соглашение, то есть с синема, с кинотеатром. И, как у нас утвердится, тоже будут детки посещать. Всего за лето в три сезона в пришкольных лагерях отдохнут около 4 тысяч детей. Одна смена – две недели. Стоимость путевки – от 7 до 9 тысяч тенге. Ахмарал Куатбекова, Виктория Буханцева, Мурат Буатбеков, Иркин Медиа. На сегодня это все. Телеканал Иркин Медиа поздравляет вас с Днем государственных символов. Увидимся в эфире завтра в 20.15. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова